Надо понять, что вы пока экзамен не сдадите свой, ничего не будет. Экзамен означает, что нужно учиться верить не в человека, а в Бога. И если вы в Бога верите, то тогда вы становитесь сильной, красивой, жизнерадостной, любимой. Потому что вы наполненный человек, а не истощенный. А вы сейчас верите в человека, поэтому вы унижены, он вас унизил, потому что Бог никогда не унижает. Но когда мы верим в людей, они всегда нас унижают. Допустим, женщина верит в сына или в дочь, ребенок становится капризным, унижает мать. Допустим, человек кого-то любит сильно, теряет себя в любви, тот начинает гордиться собой, кого он любит. Все люди всегда не могут вытерпеть любовь, как веру. Если любовь как обязанности, допустим, я люблю человека и просто забочусь о нем, и не сильно ожидаю от него в жизни ничего. Всякое может быть, мы ничего не знаем, что может произойти в жизни. Я просто служу, забочусь. Но если я верю в него, как в Бога, ну то есть я не просто забочусь о нем и верный ему, верно отношусь к нему, сам верный, а я верю в него. То есть верить означает рассчитывать во всем жизни, надеяться. Это неправильное мышление, оно вызывает гордость в человеке, он начинает понукать тобой, он говорит, ты видишь, ты меня недостойна, я очень такой крутой мужчина, и мне нужны крутые женщины. То есть вы его таким делаете фактически, своим поведением. Но это означает, что вы верите в мужчину. И эта вера питает его, как яд кормит, ну то есть когда змею молоком кормит, она становится ядовитой. Хотя вроде бы это любовь, молоко это энергия любви. Но так как змею кормит молоком, она становится еще более ядовитой от того, что она пьет молоко. Сейчас вы кормите змею молоком, ваша любовь неправильно устроена, она неправильно проявляется. Вам не надо сейчас думать, что будет дальше. Я могу вам сказать примерно, что 60% что он вернется по вашей природе. Вы очень хороший человек, к вам очень трудно не вернуться, в принципе. Потому что вы и простили его, и приняли таким, и делаете так, как он хочет. Ну то есть вы много сделали того, что очень сильно, ну как бы впечатляет человека. То есть вы хороший чистый человек по природе. И 60% на то, что он вернется. Если он не вернется, то перекреститесь три раза, потому что он значит совсем дурной. Ну я не вижу, что он совсем дурной. Он скорее всего вернется. Но он не вернется к вам такой, как вы сейчас. А чтобы вы были другой, вам нужно не меньше года. Потому что вам сейчас надо отвлечься от этой ситуации. Год побыть одной и развиваться как личность, когда вы станете красивой внутри и сильной. У него в это время, у него вот эти отношения максимум два года. Это просто самый потолок. Скорее всего через полтора года начнется разруха там. Девушка, которую он нашел, она очень поверхностная. Она такая... А? Да? А? Лектором? Руководителем? Она вот такая. Я ее вижу. Она просто делает такой вид. Но на самом деле она очень поверхностная. И она уже один раз разрушила свою семью. А? Да, ну вот я говорю, она уже разрушила один раз свою семью. Сейчас придется разрушить еще раз. Все нормально, не волнуйтесь. То есть каждый человек сдаёт этот экзамен жизни. Если мы не знаем, кто важнее в нашей жизни, значит, потом придется узнать со временем. Вопрос в том, что родственник по парламенту. Мы родственникам сказали о том, что мы разрушили. Нет, неправильно. Надо говорить родственникам, меня бросили. Меня... Вы детей, я не говорю, что вы разрушили, потому что я себя защищу. Нельзя сейчас оправдывать этого человека. Но при этом не надо его так же унижать. Надо всем говорить правду и ни в коем случае не подавать самой на развод. Не подавать самой на развод. Вопрос в том, что родители не знают о том, что он в шоке такой. Какие родственники дела? Не надо, это их дела личные. Пускай сами решают все. А его папа, что мы договорились, что мы не будем говорить. Вроде как у вас. Не надо, не надо. Его родственники пускай узнают сами. Вы скажите просто, что он мне запретил и все. Он вам запретил, все. Это его проблема, не ваша. Не надо. Они сами все узнают от него. Вы просто говорите, он мне запретил, я молчу. Я слушаюсь своего мужа. Я его считаю своим мужем еще полтора года. Вы им говорите, срок надо ставить. Вот что бы он ни делал, я его считаю своим мужем еще столько-то. Он может вернуться ко мне, я его прощу. После этого срока я уже не считаю его своим мужем. Я думаю, полтора года хороший срок для вас такой надо ставить. Срок. И поэтому я делаю все, что он говорит. Он говорит мне, вот не говорит, я не говорю. Я жена, слушаюсь мужа. Пожалуйста. Никогда с этого дня не потакайте его поступку. Если он говорит, понимаешь, у нас гармония. Вы скажите, у меня другое мнение на этот счет. У вас не гармония, а просто заблуждение. Есть возможность, что он будет общаться. Он не удовлетворен пока ситуацией. Ему придется вам еще доказывать. Да, это ваша проблема. Вам нужно молиться и победить судьбу. И сделать так, чтобы вам легко было с ним общаться. Чтобы его вернуть, вам нам пройти три стадии. Первая, легкость сердца. Вторая, вы спокойно с ним разговариваете. Третья стадия, он меняется сам. И так действует ваша судьба. Почему так произошло? Потому что вы сами бросили человека точно так же. Не в этой жизни. Вы отвечаете за свое прошлое сейчас. Видите, как все непросто в жизни. Получается, да? Ну ладно. У вас все будет хорошо, не волнуйтесь. У вас хорошая судьба. Все нормально. Развивайтесь дальше. Бог вас любит, немножко воспитывает. Всех, в принципе, любит. Иногда сильно воспитывает. Ага! Ага! В доме судьба vai! Развивайтесь. Д?